Пятница. Здравствуйте, Валерий Константинович. Отчет о проделанной работе и результат моего труда. Из отправленных семянных костей хорошо прошли семенные яблони. Ну, дальше получается так, смотрите. Больше ничего не прошло. Это самое грустное из моих писем. Почему я его тоже? Я бы мог его не заметить. Просто как бы не заметить. Не обязательно скажи, да, у меня их сотни. В месяц я получаю несколько сотен писем. Смотрите. Вот почему я его включил. Поливало все лето. До сих пор еще и перекапывание растут. Вот потому и не растут, что поливало. Кто его знает. Писали мне вот такой оптимистичный такой вот. Это уже не она. Это уже не она. Это видеоролик прислал один из наших друзей. Так, сейчас. Вот тоже Серафим. Я специально не могу включить это просмотр. Иначе хана. Вот он Серафим. И написано Серафим. Неплохой саженец. То есть не все так плохо. Если этот саженец дойдет до познашения, и деньги на него потрачены, и все будет хорошо. Вот это меня смутило. Поливало все лето. Здесь две крайности. Стоит только лишнее полить. Костик возгнивает и все. И тем более летом уже все это бесполезно. Сейчас попробую что-то вам объяснить. Подхожу к этому. Итак. Тарам-там. Значит, смотрите. Я готовился к этому разговору. Я долго выдерживал время. И теперь я вам показываю. Много покажу. Вот туда. И так далее. О чем пойдет речь? Значит, я пытаюсь представить себе, что делается в холодном, темном холодильнике. Вот. Полностью изолирована от солнечных лучей. Даже от космических. Но от космических невозможно сохраниться. Они проходят на сквозь любой холодильник. Вот. Тут понятно. А в космосе дается задача. Мы это тоже будем проходить. Я сторонник внешнего управления. Это касается многих сфер деятельности. Нас и грибов, и животных, и птиц, и этих самых, и растений. Все. Но это отдельная тема. Она близка к божественной. Но это потом. А сейчас поконкретнее. И так, холодильник плюс 3, 5. Настолько все. Невозможно порасти. Но только 29 июля. Это, смотрите. Должна была зайти март-апрель. Апрель, май, июнь, июль полностью. Лишние 4 месяца. И они взошли. А у женщины не взошли. Я пытаюсь понять, в чем дело. А, и показывают. На всякий случай, все. Сувенир Востока. Вот последние не выкупленные. Видите? Взошли. Волочная вишня. Взошла. Это что? Яблони ассорти. Так плохо видно. Но видно, что вот они. Корни взошли. Груша уссурийская. Зашла. И, наконец, слива. Та самая злощастая. Я ее, в основном, ее рассылаю. Те, которые мне не удалось продать. Вот они перед вами. Видите? И тогда я пытаюсь понять. Или это мистика, что у Сергея, допустим, не взошли их сливы, не взошли даже абрикосы. Или все-таки существует какой-то, видимо, вот Сергей Генетик со мной согласится, нет? Его виднее. А я только пытаюсь понять. Видите, смотрите, у одних я показывал 100%, у других те же самые, из-за уже мешка. Помните этот анекдот? Возвращаются наши виноделы из Парижа. Вот. Сидят и разговаривают. Ничего понять не могу. За эту бутылку с вином дали золотую медаль, а за вторую попробовали, сказали, говно. А мы из одной бочки обе бутылки налили. Вот так и тут. Получается, семечки, костики из одной бочки, из одной тары. Так. А в одних же слив них нет. Наверное, вопрос тогда, в том числе и посадки. В сроках посадки. Я представляю, где-то начинается весна. Прогревается почва. Появляются первые зеленые росточки из-под земли. Наверное, это время и должно попасть в землю эти самые сливы, вишни, которые не взошли у женщины. Наверное, в это время. А если это время пропустили? А если вместо там 15-го, допустим, даже в Сибири, допустим, в апреле, там 10-го апреля можно садиться даже в Сибири. А у нас привычка домой оттянуть. Праздники, выходных больше. А в это время она уже откажется сходить. Срок пропустен. Мне кажется, вот это и есть главная причина. А это, для чего эти фотографии? Это доказательство того, что я не халточек. Если я высылаю, то я высылаю в живое. Вот так вот. Ну, ладно. В общем, получается. А теперь конкретнее. Ну, высказал такое мнение. А дальше-то что? А дальше следующее. Или подзимний палипосев. Так. Есть советы садить, чуть-чуть не мичуринский, садить сразу, когда упадет. Но другое дело, что до осени грядку трудно сохранить. Это уже начинается обрастать этими сальниками. И вот, есть посадка перед самой зимой. Мыши могут начать работу. Может быть, вместо ожидаемой зимы вернутся оттепель. И котика подумает, что это весна. Я такие вещи проявлял на балконе. Еще осень, а уже всходят. Вот, это. Вот. Путаница происходит. Такое случается. А если она осенью зашла, значит, погибнет. Вот, ранняя весна, надо посадить пораньше. Тогда она взойдет, когда все взойдет. Когда начинается весеннее оживление. Все тепло, красота. И она взойдет. Но она может зайти. Но она-то, у нее вся родня была когда-то в Египте, в Италии, в Испании. Понимаете? Она ура, взошла. А потом, раз, Россия, матушка, вернулись морозы. Она еще с подземелья не вылезла. Только лопнула скорлупа. И вот она, скорлупа, это мощная защита от всех невзгод. Вот, стоило ей лопнуть, и я тут же мороз убивает. Все. А потом приходит снова тепло, она уже не сходит. И это тоже может быть. И получается, что берем три резины. Не жалейте денег. Я ни на что не намекаю. Вы можете косточки купить на рынке. Вы можете косточки купить в ближайшем промышленном саду. Хотя вряд ли. Под зиму посадили. Весной пораньше посадили. И еще из холодильника, дождавшись настоящего тепла, посадили. Если зайдет 30%, они окупятся. Вот такие рассуждения. Продолжение следует... Продолжение следует...